Доброго всем! Сегодня у нас в работе КБЦ Черри Амулет 480-й двигатель. Привез ее к нам клиент с жалобой на работу гидрокомпенсаторов. По его словам, выпускные компенсаторы не накачивались маслом, а значит и не работали. Он снял клапанную крышку и увидел, что при работе двигателя масло выходило между компенсатором и посадочным местом. Автовладелец купил новые компенсаторы, но все было по-прежнему. Что он только не делал, как он только не менял их местами, проблема оставалась. И он обратился к нам, чтобы мы ему сделали гирзовку посадочных мест. Зазор в посадочном месте должен составлять от 2 до 5 соток. При замере посадочных мест и самого компенсатора оказалось, что зазор в этом соединении составил 6-7 соток. Ну что ж, Виталий Расточник координатно-расточного станка приступил к гирзовке. Виталий ставит головку на синусную плиту, выставляет головку по уровням. Естественно клиент привез и сами компенсаторы, чтобы мы смогли их измерить и сделать определенные выводы. Выводы конечно же были сделаны, компенсаторы остались все в своих размерах и износа не наблюдалось. Зафиксируем глубину, на которую будем резать и ставить гирзу. Выставляем резец и растачиваем посадочные места выпускных компенсаторов. Больше на 2 мм. Диаметр самого компенсатора 22 мм и 2 десятки. Зазор сделаем 2 сотки. Значит нам нужно будет расточить гирзы до 22 мм в 22 сотки. Обычно спрашивают какую глубину, в каком том или ином случае мы выбираем. Так вот в данном случае мы сделали проточку ниже масляного канала, нижнего масляного канала на 4-5 мм. Эта глубина соответствует 27 мм. И сделаем первичный замер, что у нас получилось. Размер вышел 23,3 мм. Нам же, как я уже говорил, нужно сделать диаметр больше примерно на 2 мм. Поэтому продолжаем растачивать. Ставим приспособление и выдвигаем резец на 70 мм. Приступаем к росточке. Естественно, то, что я вам показываю на одном посадочном месте в Италии, каждым этим размером проходит все 4 выпускных места. Выставляем резец на чистовой проход. Выдвигаем его на 5 соток и вновь режем во всех шахтах. Теперь делаем контрольный промер полученных диаметров. Добавляем 5 соток на нотях и оформляем заявку токарю на изготовление гильзы. А изготавливать гильзы будет токарь и вновь таки Виталий. Как вы уже давненько знаете, что Виталиев у нас несколько. Гильзы будет токарь и вновь таки Виталий. Вся работа у Виталия не заняла много времени. В итоге у него вышли вот такие 4 втулки, которые, понятное дело, он передал своему песке. Расточник Виталий зажимает по одной втулке в тисках и сверлит в них отверстие масляного канала. Второй канал масляный нужно будет просверлить по месту. Так будет удобнее без всяких вычислений. Плюс ко всему этот канал идет под угол. Обязательно снимем заусенцы в полученных отверстиях. Теперь Виталий отметит отверстие маркером, чтобы втулку было удобнее запрессовать. То же самое он сделает и на отверстии масляного канала в посадочном месте гидрокомпенсатора ГБЦ. Для запрессовки используем оправку, коих в арсенале у нас хватает. Удалим торчащую и видимую стручку из масляного канала, которая может при запрессовке упасть в шахту компенсатора и наделать беды. Продуем посадочное место и смажем его маслом. Размажем масло и по самой втулке. Четко выставляем гильзу в посадочном месте и выставляем ее, конечно же, по метке. Вот теперь уже можно и запрессовывать втулку на свое место. При этом Виталий использует сам станок. Он давит втулку в шахту компенсатора до упора. По итогу втулка немного торчит. Но это и понятно, ведь мы дали запас в 1 мм. Не 27 мм по высоте, а 28 мм. Однако это не страшно, все равно мы будем срезать фаску. Также видна ужасная обработка токаря по диаметру гильзы, которую оставила сверло. Расточка все это уберет. Видимо, отверстие масла канала четко совпало с отверстием в голове. Теперь просверлим второе отверстие, расположенное на другом уровне и под углом. Сверло дрели прямые руки без проблем справляются с этой работой. Далее приступаем к расточке посадочных мест. Проверяем ось расточки гильзы. Проверяем и при необходимости корректируем ее по нетронутой в нижней части нерасточному пояску. Как вы помните, мы не растачивали посадочное место полностью. Делаем касание резцом, добавляем 5 десяток, ведь мы знаем, что втулка имеет внутренний диаметр 21,5. Но четко, конечно же, промерить его нет возможности из-за грубой обработки. И растачиваем шахту. Должно выйти около 22 мм. Теперь проверяем полученный результат. Получили размер 21,87. Добавим 3 десятки и остальной размер оставим на чистовую обработку. Но перед ней мы сделаем еще кое-что. А делать мы будем перед окончательной обработкой фаску на гильзу. Она здесь в 45 градусов. Берем фрезу с этим углом. Зажимаем, выставляем, режем фаску. А вот теперь уже можно проходить посадочное место чистовым проходом. Добавляем нарезец 5 соток и завершаем обработку. Теперь проверим результаты нашей работы. Проверим их по гидрокомпенсатору. Сперва выставляем на микрометре размер диаметра компенсатора. Теперь настраиваем нутромер по зафиксированному значению. И делаем измерение. Как видим, наш зазор составил 2 сотки, чего мы, собственно, и добивались. Последнюю проверку мы делаем на натуре. Берем гидрокомпенсатор и ставим его на свое место. Здесь не важно, какой стороной мы его ставим. Главное, результат. Ну и результат нас, естественно, удовлетворяет. А на этом все. Кидайте донат, кому не жалко. Оставляйте комментарии. Задавайте вопросы, постараемся ответить. И без аварийных вам поездок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok